В 8 утра по местному времени ровно 5 лет назад, 22 марта 2016 года, два взрыва, организованные исламистами-смертниками, в терминале аэропорта бельгийской столицы привели к многочисленным жертвам. Погибли 14 человек свыше 90, ранены. Одно взрывное устройство было заложено между стойками регистрации авиакомпании American Airlines и Brussels Airlines, второе возле кафе Starbucks. Выжившие говорят, что кошмар происшедшего останется в их памяти навсегда. У Лоренса были ожоги, взрывные осколки прошили ему живот и ноги. Помни взрыв и тот ад, который начался сразу после. Себастьяну теракт перечеркнул карьеру. Он был профессиональным баскетболистом. Эти пять лет экспортсмен провел, восстанавливаясь после одной операции, готовясь к следующей. Всего он прошел через 13 хирургических вмешательств. Кости нижних конечностей собирали буквально по частям. Бывает очень трудно. Это все не слишком приятно. Не чувствовать собственную ногу, не быть в состоянии делать те движения, над которыми раньше не задумывался. С другой стороны, самое главное испытание заключается в том, чтобы понять и усвоить уроки жизни, которые мне выпали. Я иначе сейчас отношусь к каждому прожитому дню. В тот же день, спустя час, был совершен теракт и в брюссельском метро. Станция располагалась поблизости от квартала, где находятся здания руководящих органов ЕС. Во взрыве погиб супруг Шарлотте. После периода траура эта женщина решила основать ассоциацию, которая бы защищала права близких тех, кто стал жертвой подобных нападений. Теракты приносят боли и горе. Их, к сожалению, таких событий много. У нас разные взгляды, разные политические симпатии. Но наш тяжкий опыт потерь, увы, схож. Печально, что мы в общем оставлены наедине с горем. Хотя обещаний было много, но они не выполнены. Взрывы в Брюсселе были совершены обладателями паспортов бельгийского королевства, братьями Ибрахимом и Халидом Эльбакрауи. Третьим террористом оказался марокканец Наджим Лашрауи. Их сообщник Мохаммед Абрини был арестован две недели спустя после терактов.